МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которым жителей города призывают не оставаться в стороне и помочь отстоять павильон. Этого киоска нет в новой схеме размещения временных сооружений, а значит, его следует убрать. Пенсионерка свою подпись оставила, ведь купить прессу поблизости больше негде. На почту там очередь. То пенсию получают, то платят за квартиры. Там неудобно. Очередь надо. А здесь доступно, идешь мимо. Пожалуйста, все на виду, все, что хочешь, бери. Вот, это четверг, а так две-три газеты каждый день. Просто привык я с малых лет. Ну, будете писать обращение? А я уже подписал. Я подписал. Мне давали бы. Я подписал не под давлением, а совершенно определенно знаю, что его надо здесь оставить. Людям это удобно. Виртуальные источники информации, как альтернатива печатным, не выход, говорят люди. Читать новости на сайтах, конечно, научились, но они не заменят тех, что привыкли получать из газет за утренней чашкой кофе. У нас только здесь, в этом округе, в этой, только здесь, а так нигде нет. В нашем районе. Это мало. А люди больше читают, чем это интернет. Интернет своеобразно, другое дело, а это с газетой другое дело. Призывы подключаться к кампании по сохранению павильонов появились лишь в двух точках распечатия, на Свободном и Тотмина. Именно по этим адресам департамент градостроительства, по словам руководства розничной сети, отказался продлять договор аренды. Остальным же разрешили работать до 1 января следующего года. Если верить обращению, киоск на этом месте работает больше 40 лет, с 1968 года. И людям он, похоже, действительно нужен. За одну неделю в защиту газетного павильона люди собрали больше 9 страниц подписей. Как рассказали в департаменте градостроительства, согласно утвержденной в декабре схеме временных сооружений, незаконно размещенными признали около тысячи точек. По закону, если владельцы не уберут павильоны самостоятельно, их могут снести по решению суда. Но что делать, если этот закон лишит многих горожан привычного комфорта? Разрешить этот конфликт должна специально созданная комиссия, специалисты которой в досудебном порядке будут решать вопросы по каждому спорному павильону. При условии, если их хозяева обратятся с претензией в департамент градостроительства. Дамир Гайфулин, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24. И как нам сегодня пояснили в департаменте градостроительства, договор аренды земельных участков под спорные киоски Роспечати уже продлили до 1 января следующего года. Однако, что с ними будет дальше, пока не ясно. Ведь схема размещения временных сооружений города скоро прекратит действовать. Чиновники поясняют, она пока несовершенна. Поэтому ученым будет поручена разработка новой схемы, в которой также учтут такой параметр, как, например, обеспеченность районов торговыми площадями. То есть, сколько на территории нужно газетных павильонов, фастфудов и ремонтных мастерских. Впоследствии, земли под киоски будут продавать через аукционы. Места будут, как я говорил, определены. Возможно, те места, на которых сейчас размещены киоски Роспечати, они не попадут в ту схему. Придется, естественно, побороться за те места, которые представлены в схеме, как раз в этом секторе, до 10 квадратных метров. Продолжение следует...